Традиционное поднятие флага на Думской площади и праздничное представление, открытие указателя к кенийскому побратиму Одессы и Момбасу и появление новых имен на аллее звезд. Об этих и других мероприятиях смотрите в следующем сюжете. Под песню «С белой акации» в исполнении Ольги Аганезовой сегодня утром подняли флаг города на Думской площади. После этого отличием городского головы имени Григория Морозли второй степени наградили почетного гражданина Одесской области Иосифа Бронза. Знак «За заслуги» перед городом получил известный учитель физики Павел Виктор. Завершилось мероприятие ярким представлением одесских артистов и музыкантов. Также одесситы увидели выступления танцоров в костюмах разных народов мира. Кроме того, горожане могли насладиться выступлением клоунов и мимов из комик-труппы Маски. После этого на площадь прибыла делегация из Кении, ведь на памятном знаке городов-побратимов и партнеров Одессы открыли указатель в Мамбасу. Кроме того, аллея звезд на Лонжероновской улице пополнилась тремя новыми именами драматурга Анны Яблонской, поэта Семена Липкина и художника Юрия Егорова. Он много раз хотел уехать куда-нибудь в другие города, страны. Он ездил в Лондон, он выставлялся и в Москве, и во многих других городах и странах вообще мира. Но так сложилось, что его любовь всегда была связана с Одессой. Поэтому все его творчество привязано абсолютно к Одессе. Нет такой работы, которая не имела бы отношения к Одессе у Егорова. Но после традиционного поднятия флага и открытия звезд выдающимся одесситам, горожане могли насладиться вот такими вот фотозонами. Елена приехала из Гродно и случайно попала на празднование Дня города на Приморском бульваре. Говорит, от увиденного была в восторге и получила немало положительных эмоций. Один денек успела в Одессу, и сегодня вот снова в Беларусь уезжаю своим другом, велосипедом. Желаю развиваться одесситы обязательно, ну, чтобы у вас все получалось. Праздничные мероприятия и 3D-фотозоны понравились не только туристам, но и самим одесситам. Это очень реалистично. Очень, весьма прям. Прям чувствуешь, как немножко ступишься с канатой и упадешь в воду. Ну, честно говоря, мы на работе, мы вышли прогуляться, поэтому для нас атмосфера рабочая праздничная. Так как чувствуем, что День города, и это все-таки наш праздник, и тепло становится, конечно же. Уже в 19.00 стартовал концерт на Потемкинской лестнице и выступление группы «Бомбокс» в летнем театре Горсада. Завершится праздничный день салютом в 23 часа. Евгения Меглей, Евгений Ищпенцев, 7 канал. Евгений Ищпенцев, 7 канал.